Общественный транспорт – головная боль не только для горожан, но и для чиновников. В последние месяцы после участившихся ДТП у них внезапно открылись глаза. И на гонки на маршрутах, и на причину всего этого – дублирования. Пора все менять. Основная мысль состоявшегося во вторник круглого стола по транспортному вопросу. Так жить нельзя, потому что в настоящее время, по этой цифре приведу, у нас порядка 40 маршрутов, наверное. У нас межмуниципальных маршрутов всего 172. Порядка 40 из них проходят по территории города Иваново, начиная от двух-трех остановок и заканчивая 10-15, например. Я прекрасно понимаю, что для граждан, с одной стороны, это очень удобно, когда ты стоишь на остановке, и ты можешь из одной точки разъехаться везде, куда тебе удобно. Транспорт подходит через каждую минуту. Но мы прекрасно понимаем, что это неправильно. Это неправильно, потому что ни та инфраструктура, которая существует в настоящее время, ни те требования к пассажирским перевозкам безопасности, которые применяются, этого уже не выдерживает. Изменить ситуацию пока не представляется возможным, по крайней мере, по нынешним правилам игры. Нерегулируемые тарифы – козыри в руках перевозчиков. Поменять систему можно только начиная с законодательного уровня, переходом на регулируемые тарифы. В администрации разработана вся необходимая нормативно-правовая база в части контроля за пассажирскими перевозками. Теперь мы, как областной департамент, должны сделать привязку к областной нормативно-правовой базе. Это касается внесения изменений в областной закон о транспортном обслуживании и, что немаловажно, закон об административных правонарушениях. Изменения в закон планируют внести уже в следующем году. Потребуется какое-то время на обкатку, но в первой половине 2019-го отрасль пассажирских перевозок точно ждут перемены. Понятно, что должны будут созданы инструменты дополнительные, но не инструменты, которые, как бы сказать, административные барьеры предпринимательской среде. Нет. То есть мы именно ведем свою работу в той части, что исполняем лишь требования 220-го федерального закона, другого законодательства в сфере транспорта. И, соответственно, тот перевозчик, который исполняет эти требования, и он, наоборот, огражден в части конкурентной среды от недобросовестных участников. Многие перевозчики, не только недобросовестные, перехода на регулируемые тарифы боятся, называя эти правила дубиной в руках администрации. Не дубина, а рычаг воздействия парируют чиновники. Сегодня, которая конкурсная документация, существующая для получения свидетельств по нерегулируемым тарифам, она четко разделяется, где есть обязательные пункты, где за какие начисляются дополнительные баллы. Какая будет конкурсная документация при проведении конкурсов для получения муниципального контракта, остается пока загадкой, поскольку даже нет проекта. Но дело все-таки не в этом главное. Главное все-таки нам определиться и сегодня, и в том числе это будет задачей в первом квартале, это оптимизированное движение между городом и, соответственно, Ивановским районом, либо городом Кохма. Все это будут учитывать при составлении новых правил регулирования рынка перевозок. Но даже когда изменения вступят в силу, эффект будет заметен не сразу. Нынешние игроки останутся до тех пор, пока не истечет срок действия свидетельств на право осуществления перевозок, а их выдавали на пять лет. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.